Святая простота «Простота хуже воровства», утверждает народная мудрость о подходе, при котором из всех возможных вариантов выбирают наипростейший, но не потому, что он верен, а из нежелания или неспособности иметь дело со сложной задачей. Причиной такого подхода является волевая, интеллектуальная, эмоциональная или духовная ленность. Подавшись ей, человек не только отказывается от попыток серьезно разобраться в чем-то, что сложнее приготовления яйца всмятку, но и перестает осознавать глубину своей некомпетентности, начинает переоценивать собственные способности. Писание говорит «Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно». Книга Притч, 26 глава, 16 стих. В психологии данное явление получило название «эффект Даннинга Крюгера». Невежда никогда не сомневается в собственных способностях, а сочетание невежества с гордыней порождает бесстрашие. Тот, чье кредо, слабоумие и отвага, готов ничтоже сумнявшийся браться за любое дело вплоть до управления государством. Именно из-за тяги к простым решениям Раваам отвергает рекомендации старцев, с которыми советовался сам Соломон, и в итоге разрушает царство своего отца. Нередко эта склонность подталкивает к необдуманным решениям и людей, наделенных знанием и опытом. Она становится для них ловушкой, ведет к необратимым последствиям. Аврааму приходится радикально решать конфликт между Сарой и Агарию. Моисей становится извинанником в земле Мадиамской. Пилат вынужден отпустить на волю разбойника Варрау. Но есть у эффекта Даннинга Крюгера и обратная сторона. В то время как люди недалекие готовы без раздумий хвататься за все, что угодно, человек опытный и ответственный, понимая ограниченность собственных возможностей и сложность предстоящих задач, зачастую проявляет неуверенность в своей компетенции для их разрешения. Ведь, как учил Конфуций, истинное знание в том, чтобы знать пределы своего невежества. «Говоря словами апостола, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать» . Некогда бесстрашный Моисей 40 лет спустя, когда Господь призывает его на служение, сказал Богу «Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых» . Теперь, зная, на что способен, а на что нет, пророк опасается не справиться совершить ошибку. Тот же, кто ничего не делает, никогда не ошибается. «Знающий не говорит, а говорящий не знает» . Так сформулировал этот принцип китайский современник поздних ветхозаветных пророков Лао Цзи . Что ж, в этих словах действительно заключена мудрость. Но мудрость – это мудрость человеческая. Божий же ответ «Я буду с тобою» . И все «Я с вами» во все дни до скончания века . Павел пишет «Я знаю, в кого я поверил, и знаю, что он способен сохранить то, что я доверил ему до того дня. Пусть образцом правильного учения будет для тебя то, что ты услышал от меня. Живи с верой и любовью, которая в Иисусе Христе. Пусть Святой Дух, живущий в нас, поможет тебе сберечь то доброе, что было тебе доверено» . Тимофею, первая глава, двенадцатый, четырнадцатый стих. Тимофею. Продолжение следует...